всем доброе утро но почти что утро уже пять утра тут все забеспокоились что со мной такое чего-то я исчезла привыкли до каждый день меня слышать и получать новые знания а тут вот меня нету и вот паника вот то тоже будьте меня ценить шучу дорогие друзья вы забывайте что я в неделю помогаю сотнями людей может стол с чем-то может 200 иногда и основное количество этих людей бесплатно и очень часто я плачу за них потом своим здоровьем добрый добрый доброе утро своим здоровьем материальными потерями сейчас еще раз шикнула сейчас секунду извиняюсь ну бесплатно просто в этом мире ничего нету чтобы вы знали именно поэтому деревенские знахарки брали материалом брались свечками говорили чтоб тебе пришли там помогли спахали огород например да люди сами знали им говорить было не нужно это люди приносили кур гусей там чего только в селениях что там нужно деньги особо нужны все свое хозяйство ничего такого что нужно крестьянину да на самом деле одеться обуться вот несколько раз в году поехать там закупиться и все ведь все остальное у него свое есть поэтому деревенские бабушки просили что-либо такое принести из города чего они не могли себе позволить поехать купить либо либо брали вашей энергией молодостью поэтому они до старости лет были как персики ходили и в здравом уме и в 90 лет они до или коров и подметали и чего только не могли то есть у них была энергия сила они брали энергии силой и в этой жизни просто ну бесплатно ничего нет уж тем более ведьмы которые живут в городах я тут уже начинаю подумывать все таки мысли есть и о доме тоже доделать с этим домом и переехать что ли потому что я чувствую что чем старше становлюсь тем больше мне не хватает мне не хватает энергии мне не хватает природы мне не не откуда брать эту энергию понимаете иногда одеваюсь очень ярко одеваюсь выхожу не потому что я вот люблю вот сверкать а потому что мне нужно чтобы обращали на меня внимание понимаете дорогие друзья чтобы люди смотрели на меня обращали внимание я с них беру определенную энергию я вам говорю секрет тайны видим я в детстве выходила я знала что я красивая девочка я действительно была красивая девчонка яркая и в детстве вот выходила и шла по улице то ли за хлебом то ли еще что-нибудь просто мелкие поручения выполняла там тетки мамы и всем казалось что мне очень нравится вот вот все делать то есть я такая послушная на самом деле секрет был не в этом я чувствовала что когда я иду на рынок все на меня смотрят все любуются все что-нибудь скажут вот я купила все пришла домой у меня было такое желание жить мне было такое такая энергия сила я не понимала почему у меня так почему я так люблю ходить приносить я вообще домоседка если честно меня гнать из дома очень тяжело если я вышла я весь день хожу все дела сразу пытаюсь сделать что потом не выходить но почему я так делала потому что я собирала энергию я сейчас могу понять это тогда-то я не понимала я собирала энергию с людей кто-нибудь что не скажет кто-нибудь посмотрит это не только приятно что тебе комплименты делают или ты самооценку повышаешь нет совсем не то ты забираешь у них определенную энергию силу вот как нам питаться ведьмам в этой городской среде да откуда нам энергию брать с бетона с бетоном не тяжеловато статуи которые спасают они собирают определенную энергетику и отдают тебе вот почему есть статуи есть атрибуты магии я объясняла они помощники они еще называют малые крепостные в них селятся определенные духи да 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 прошло когда анализируешь иногда садишься ты понимаешь что очень многое подсознательно тебя просто вели ты не понимала но ты делал именно как надо почему я смеюсь над людьми которые сидят карты кидают как получился ритуал лег ли на человека ритуал но это смешно потому что какая же ты ведьма если ты подсознательно внутренне это не понимаешь и не чувствуешь это смешно вот реально смешно дорогие друзья я наверное просто научила людей ну умных разумных людей умеющих слышать до поднять себе марку себе как вам сказать себе делать правильное имя не как как они годалка который там угадаю перегадаю а именно вот достойные достойный практик который у которой есть определенный статус который умеет вести разговоры не просто там что-нибудь на днях хотела кое-что выложить потом думаю какой смысл вообще кого ну какой смысл выкладывать и говорить если ну если люди все равно тупы понимаешь я на самом деле могу сказать без лишней скромности что я вернула людям веру в магию когда реально люди начали это делать когда люди начали видеть получать результат я говорила что самые бесценные самых разумные самое правильное учение дорогие друзья отдается даром это действительно так одно дело когда человек должен исправлять твою судьбу да это работа это труд это тяжело он тратит время силы деньги свои но должен это компенсировать чтобы за тебя не платить но в принципе в принципе знание помощь желание людей учить как самим подняться в этой жизни получить что-либо это должно даваться даром я дала даром людям я даю даром когда мне говорят вот вы с другими мастерами вот они же тоже мастера вот они же тоже вот что-то выкладывать дорогие друзья вы знаете но вот дарю донцову но хотя она там более-менее писатель но какая-нибудь там ширпотребная какая-то писательница бульварная да и лев толстой они они писатели правда их под одну гребенку можно свести сказать вот это писатель и там писатель или можно ли писаку музыки который там сочинил там траля ля кузнечик прыгает не знаю бегает и шопена и моцарта и бетховена и сказать вот композиторы и этот композитор и тот или того кто снимает какой-то какие-то дебильные сериалы да и фрэнсиса форте копполу сказать вот режиссеры они а вот это же тоже режиссер какая разница вы понимаете люди разумные умеющие мыслить они видят разницу нельзя любую херню назвать ритуалом и после этого тебя должны называть мастером вы понимаете вот эту свечу зажгите вот этой свечой капайте на воск или на этот на рис и очищайте отца от смертельной порчи так может каждый маломальский знаете такой аферистического склада ума человек сделать каждый но это же не говорит о том что это ритуал что это работой что тот который эту херню дал есть мастер желание привлечь публику не очень разумную понимаете не очень умеющую мыслить это конечно хорошо есть люди такие современные остапы бендеры остапы бендер бэй до которые отец турецкий бэй мать там испанская не знаю аристократка и всякой там посочиняет из своей задницы это возможно но неужели вы считаете что вот просто людям сказать берите свечу капайте на рис и снимайте черные проклятия кладбищенской и со своего отца это говорит о мастерстве это говорит о том что человек понятия не имеет о магии потому что если бы человек знал хотя бы маломальский изучал вообще магию он бы знал что ведьмы даже своим родителям не всегда могут помочь не всегда облегчить может смогут их боль где-то что-то попросить быстрее уйти не мучиться но они даже своим родителям не могут снять порчи и проклятие вы можете представить а здесь вас учат простому человеку снимать кладбищенскую порчу только задумайтесь когда кладбищенская порча основной несколько этапов снимается сначала снимается ну дома там у ведьмы там она сама снимает потом это все относится на кладбище или на кладбище же снимается там же взрывается по-разному но это очень сложный процесс ты договариваешься с темными силами как можно человеку сказать что кладбищенскую порчу можно запросто снимать со всех своих родственников капая на рис на макароны на на хлеб я не знаю на что-то еще логика должна быть дорогие друзья это говорит о том что эти люди понятия не имеют о магии и вот когда мне говорят вы его тоже на практиков на практиков никто никогда не кинется я знаю практиков я их уважаю есть несколько таких людей которых я знаю они у меня на канале есть пишут иногда никогда в жизни я никогда в жизни никак не даже не думала что-то такое написать про них потому что я вижу что человек посвятил свою жизнь магии он занимается магией я же вижу понимаете как говорят чабан чабана видит издалека я вижу этого человека я понимаю что он занимается магией зачем мне его обижать с какой смысл никогда ведьмы настоящие не воевали никогда они не тратили свою силу на войну если я даже захочу настоящую знаешь как-то обидеть и задеть меня сила накажет она не даст ни мне ни ей ничего друг другу сделать вы понимаете она остановится не подействует ничего ведь мы все что делаем мы делаем через эту силу мы ее просим она выполняет она делает если она считает ненужным она не даст развитие никакой войне мы и самое интересное мы всегда дружим издалека мы рядом ты не живем нам не дают возможность жить рядом потому что наша энергия и сила настолько велика что мы не можем в одном районе и районе поместиться у меня в районе может быть 500 гадалок всяких магов всяких колдунов может быть и знать не но говорили там какие то есть того тут здесь одна кореянка есть еще кто-то но почему-то люди меня заметили почему-то ко мне идут почему-то меня просят но видать там херня полная почему я не переживаю за за то что там кто-то здесь есть потому что я не считаю за практика вот и не переживаю и переживать нечего понимаете сила настолько правильно распоряжается нами один живет во владивостоке другой же живет хабаровский может быть третье живет непонятно где понимаете четвертое в москве то есть мы не живем настолько тесно и близко да что-то со свечой творится не пойму настолько тесно и близко чтобы конкурировать или что да это смешно какая конкуренция мы рождены уже люди которые должны прийти к нам уже этот список составлен заранее они никуда не денутся они придут к нам ну нечего тут переживать потом при всем желании я не смогу всем людям на земле помочь на земле много миллиардов людей хочешь не хочешь должны быть и другие которые помогут своей силой просто есть определенное звено ведьм есть ведьмы верхнего звена если ведьме начинающего звена они все постепенно переходят на верхнее звено есть ведущие ведьмы ведьмы которые дают эти знания через которых силы диктуют это все а потом они эти эти вот знания передают своим сестрам по ремеслу то есть помогает им этими знаниями быть почему у меня эти ритуалы потому что я сама когда-то искала понимаете я сама искала ну а господи с ней там говорит не о чем она уже опустилась ниже не бывает я сама искала определенные работы для определенных проблем не могла найти я поняла что я должна создавать это было давно но я начну я создавала вы его посмеетесь я я первые свои заговоры написала восемь лет ну по крайней мере с восьми лет сохранены меня сестра поехала когда в грузию она говорит это ради нашла там такие 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 вещи охренеть я говорю напомни что там было но я примерно помню значит написано следующие слова как солнце целую землю так пускай меня поцелует удача как вода орошает землю так пускай удача орошает мою жизнь у меня еще тогда приходили эти до примитивные детские мысли но знаете это глина из которой потом ты будешь лепить как микеланджело более красивые до работы но уже тогда мне приходило я помню что я снимала боль головную со своего брата двоюродного пыталась вывести новый сорт животных значит кинула в один в одну банку лягушку и этого скажите как как он называется вот и блина который хвост оставляет убегает ну скажите мне все забыла ёл про сэте вот ну этот вот ящерицу да я хотела чтобы они поженились я хотела новый новый вид лягушка ящерицы вывести на несу как не поженились никак не захотели ночью ящерица уползла оставила мою лягушку бедную а может они были два мальчика я же не проверяла но я их кинула туда все говорили что я буду великий биолог потому что я делал такие эксперименты пыталась переженить паука с ящерицей ящерицу с лягушкой ну мазохистка точнее маньячка до добрая женщина у меня наверное с того времени еще эти поженить позвать жениха еще тогда пришли когда ящерицу ползла изучала просто природу мир вот когда я поняла что я буду историком я бы довольно неплохо рисовала сейчас уже давно не рисуя надо набивать руку ты так просто не несколько раз рисуя или несколько лет и художником не станешь я твердо решила что я буду художником до определенного момента когда мы нашли древнюю усыпальницу вот в грузии где я живу это место очень очень историческое во первых там рядом город козрет аль хазрет там в основном жили греки тоже убежавшие с пятнадцатом году западной армении но еще и понтийские греки и вот аль хазрет он назван честь царевича персии мухаммеда аль хазрета то есть это место исторические там были вообще такие истребление одно время страшное во времена шаха аббаса потом турки монголы кого только там не было и население это пестрые армяне азербайджанцы греки вот все так по перемешку и когда я увидел эту усыпальницу и вот внутри рисунки были к сожалению там были разбросаны кости открытый вот саркофаг видимо ну давно еще до нас кто-то заходил эти мародеры до кладоискатели они там не дремлют и и мне так стало жалко вот этого мертвеца да а как мы сейчас секунду мы перелазили у нас река была а горные реки они могут унести человека не очень быстротечные вот через камни значит острые камни просто переходили туда кидали веревку и поднимались по скалам это было очень опасно если бы мы сорвались от нас бы ничего не осталось и вот моя моя сестра шпионка которую мы не забрали она донесла бабушке вот бабка там собрала пол села и они оттуда значит мы выглядом с пещеры этих они оттуда руками машут кулаки показывает мол только доберитесь домой ну конечно такие же мы дураки чтобы домой добраться мы на дерево поднялись и не спускать всю ночь они боялись что мы там уснем упадем у меня хулиганка была еще то с бандой своей мы поднялись на дерево и вот делегация за делегацией уговаривали я сначала брата пустила он пошел живой здоровый добрался до попу потом мы спустились но они нас не трогали да они мне они обещали не тронули я помню этот момент когда вот этот саркофаг и разбросанные уже кости видимо но уже много тысяч лет было ему там ничего не осталось кроме костей полу полу таких разрушенных и вот они начали смотреть мол смотри мертвый вот череп и я помню что я начала собирать его кости и складывать туда мне вот так стало жалко я не знаю почему хотя вот было на самом деле ребенок лет 11 я очень сильно его пожалела что вот он такой одинокий один всеми забыты еще и разграбленные разбросанные до человеком был когда-то жил и мы значит вот закрыли саркофаг и я сказала давайте над ним прочитаем молитву хотя молитвы я никакой не знала христианской тем более и вот мы начали читать древние боги обращаемся к вам у меня брат очень много рассказывал про древних богов про богов армении он когда приезжал мы с ним я его очень любила геворг он такой любил читать этот мальчик и такой был просвещен и вот когда не с еревана каждое лето приезжали к нам на лето он очень много рассказывал о богах он очень много рассказывала динозаврах вот он в принципе был источник моих знаний я прямо вот сидела часами его слушала спрашивала значит и вот мы начали обращаться к богам попросить за его душу и он сказал надо сказать чтобы они дали ему место возле возле своего трона что-то в этом роде и вот мы все это все сказали с облегченной душой ушли и вот человек мне приснился когда мы пришли домой все мы помирились значит спасибо жанна мы пришли домой и естественно уставшие были на весь день это впечатление легли спать упали спать буквально и мне снится человек мне снится молодой мужчина ну наверное это тогда я не разбиралась возрастах нервным где-то под 40 лет весь в доспехах такой и самое интересное он не был ни армянин не грузин хотя это грузия он был какой-то совершенно иной нации вообще более древний и он смотрит на меня и улыбается вот после этого я поняла что потусторонний мир есть что нас слышат да он пришел поблагодарить я его собрала все закрыла этот саркофаг и сказала давайте помолимся за его душу и ничего не сказал ничего не говорю но он просто явился я его видела просто вот таком полудреме настолько ярко и четко и потом мне попадается на руки армянская книга легенд значит там есть такая легенда о том что человек идет по улице домой и видит как три человека значит вытащили из гроба мертвеца и пинают его и он подходит говорит как вам не стыдно что вы творите человек мертвый дайте ему покой они говорят мол этот мертвый человек помер и долги свои не отдал и тогда он говорит сколько он вам должен каждый из них говорит мне там одно серебро мне два серебра и человек который пошел как бы забирать плату за свой труд вытаскивает с кошелька все что у него есть раздает этим людям и последнюю монету отдает этим копателем которые забирают его гроб он следить за тем чтобы его обратно значит похоронили потом позвал человек священника настоял чтобы над ним почитали молитву за упокой души отпели его поставил крест и ушел и вот пришло время а и ночью приходит приходит к нему некое существо и говорит я ангел хранитель того мертвеца которого ты спас вы то есть от поругания и по-человечески захоронил и вот теперь я буду тебе помогать во всем и всегда и там очень долгая история как у него отбирают дом его выкидывает на улицу этот говорит не бойся я из тебя сделаю одного из богатейших людей мира и через некоторое время приходит во сне и говорит мол вот такой-то стране есть царь у него дочь одержимая пойдешь скажешь что ты целитель и когда ты зайдешь к ней попроси меня я выгоню этого беса и царь тебя золотит но в общем он идет какую-то страну узнает что этого царя уже 40-летняя старая дева дочка которую никто не берет который в башне закрыли потому что она одержимая приходит мол я могу вылечить я целитель тот говорит ко мне столько целителей приходили никто не смог вылечить оставили свои головы здесь неужели ты не хочешь жить иди парень живи он говорит нет я ее вылечу вот с помощью этого существа который назвался ангелом он лечит эту дочь женится на ней через некоторое время он правит этим этой страной как царь о чем речь что если живые забывают о доброте мертвые об этом не забывать почему мы говорим что от мертвых бояться не следует следует конечно если вы потревожили могилу если вы сделали лишние вещи следует бояться и мертвых том числе дорогие друзья но мертвый мертвая душа она проходит несколько таких понимаете этапов очищения после смерти душа мудреет он уже понимает истину бытия он раскаивается он меняется во многом даже самая злая душа со временем понимает свои ошибки искупает себя и именно поэтому мертвы особенно умершие много много тысяч лет назад они естественно не опасны уже хотя ну смотря как ты к ним обратишься потому что есть даже роли роковые когда играющие ивана грозного долго не живут практически все актеры которые сыграли ивана грозного либо сами умерли либо у них родные умирали потом понимаете это тоже знаешь ли роковая роль все кто играл хюрем султан в итоге оказывается очень тяжелым положением последняя играла ее мире музерли и она чуть не покончила собой у нее случилась личная трагедия драма ее бросил любимый человек она была в такой депрессии у нее было такой были там нервные срывы до сих пор ее судьба не устраивается хотя хотя когда начинали снимать фильм ей приснилось хюрем и сказала я хочу чтобы именно ты меня сыграла я горд посмеялась я думаю ну я в принципе немка да там есть турецкие корни но я немка даже турецкого языка не знаю и я говорит пошла на эти на этот кастинг так ради интереса ее сразу приняли и между прочим она полюбилась ее образ хюрем нам очень понравился согласитесь наша актриса была украинская актриса которая играла роксолану у нее после роли хюрем рассыпалось все в жизни она чуть ли не на улице осталась муж бывший там такие подлости творил и так далее то есть есть роковые роли это говорит о том что души которые ушли есть души очень сильные даже после своей смерти тысячелетия пройдя их предметы трогать не стоит они могут оттуда очень хорошо отомстить так вот дорогие друзья что я хочу вам сказать вот сейчас тема называется без попутал вот перед вами бафомет он к бесам никакого отношения не имеет про бафомета откройте посмотрите он посланник богов он собирательный образ всех богов половина мужская половина женская одна рука поднята наверх другая вниз ничего не напоминает вот этот жест а мне напоминает вот этот вот жест говорящий о том что наверху боги напоминает многие переняли а вот этот жест ничего не напоминает видите так вот крестятся это говорит о том что все новые хорошо забытые старые об этом я уже говорила я как-нибудь сниму про язычество отдельно скажу вам так вот да не только крестится у мусульман вот есть такая привычка все время фотографироваться вот так палец вверх где-то он даже палец вверх изображается бафомет здесь бывает что изображается у него между рогов глаз так вот это бафомет рогатый посланник богов рогатый крылатый и он не имеет ничего общего с бесами но его то есть бесов все время почему-то изображает именно таком виде то есть их именно вот так так вот представляют здравствуйте до фотографии вот это вот бесов именно вот так и изображают почему-то рогатыми с копытами и так далее откуда это пришло это пришло именно образ древних богов пана значит кернуна ацхада бафомета ну еще других там подобных пожеств которые изображались именно с рогами копытами а я говорила почему рогатые изображают это рогата означает везде сущность понимаете они козел же может подняться во все эти закрытые ну вот запретные места упорство везде сущность да поэтому изображалась голова козла потом рога означает противостояние то есть она может тебя поранить противостоять твоим чувствам желанию поэтому не рискуй крыла то есть это быстрота и так далее вот к чему они изображались не потому что хотели обезобразить а потому что это имеет определенную символику но поскольку хотелось выбрать скажем христианство и да и не только определенный какой-то образ беса например образ беса до средних веков в армении и во многих поэмах во многих этих древних летописях образ беса внимание образ беса ассоциируется с мусульманкой с очень красивой женщины считала что мусульманки они самые красивые женщины и то есть почему изображались вот так вот паранже в чадре вот они они шли ночью если ночь увидели в чадре в паранже женщину или там очертание такой женщины считалось что это бес шайтан потому что женщина ведь соблазняет понимаете а женщина в чадре закрытая паранжой она же вызывает тысячи фантазий это во мне хухры-мухры это не 21 век где и и сиськи и задницы все наружу и все можно посмотреть и пощупать тогда все было закрыто мужчина видел женское тело может один раз в жизни или или только когда он женился понимаете до этого для него это было недоступно не было столько продажных женщин как описывают каждом романе это было наказуемо люди боялись если были какие-то гулящие бабы то очень очень скрыто и закрыто это все происходило и поэтому мужчина вызывала у него желание что там вот это вот закрыто все как она выглядит может он детстве видел сестренок как-нибудь представлял что-то ну а так же понимаете а так-то он женщина понимаете и вот изображали бесов то считалось что бесы приходят христианам виде мусульманских женщин что они очень красивый очень соблазнительный и очень опасный поэтому как только очертание вот этой мусульманки появлялась где-нибудь на улице ли день так случайно видел мужчину он сразу пугался он понимал что это он увидел потусторонний мир значит так что вот это вот сатанинское изображение изображение вот эти рогатого черта и прочее прочее ты не всегда была актуальна между прочим давайте далее простыл еще к тому бесы что такое бесы спасибо бесы это те же самые демоны демонические силы но низкого пантеона то есть их предназначение это запугивать это путать запутать человека вот люди которые заходили в какой-то темный лес да мне кажется везде есть гиблые места везде есть леса где не рекомендуется и тимул там пропадают люди кто-то говорит что там есть убийца какой-то маньяк поселился кто-то говорит что там лес убивает человека что человек не может выйти оттуда неделями были люди которые рассказывали что они просто шли по кругу по лесу сутками не могли найти выход по одному и тому же кругу хотя выход от леса ну там скажем так пять шесть минут от них быть пройти мимо и и выйти из леса они не могли найти дорогу кто-то их звал очень часто особенно в детстве мы слышим голоса что нас кто-то позвал и в лесу также и в таких гиблых местах ощущение такое что рядом кто-то разговаривает вот ведут беседу между собой разговаривать просто и ты слышишь что нам кто-то разговаривать никого не видно но разговор такой знаете вот ничего не понятно что они сказали но они говорят люди говорят между собой так вот большинстве случаев это как раз и есть бесы так вот почему бесы пугать людей почему бесы привлекают людей куда-то заманивают они забирают энергетику они на этом существуют они существуют забирая энергетику у человека страх они питаются страхами они питаются фобиями они питаются внутренним нашим раздражением они питаются много чем что отрицательно для человека и вот для того чтобы вызвать эти страхи они делают все что угодно и зовут тебя и путают тебя и все что угодно дорогие друзья потусторонний мир он опасен если коснуться если лезть туда можно получить не только скажем так не очень хорошие вещи в свою жизнь да можно физическое воздействие получить древние времена вот это вот гадание мадания жениха до призвание жениха через зеркало у многих девиц заканчивалась смертью у многих девиц их находили задушенными перед зеркалом их находили в полуобморочном состоянии хочу вам рассказать один случай когда значит женщина нашла книгу старинную книгу своей бабушки и где бы были непонятные какие-то слова написаны и она решила что это какой-то любовный вызов она решила сделать любовный вызов и там в общем картина была нарисована что нужно поставить что нужно делать и видимо на латинском на лати на латине это было написано она значит сейчас извиняюсь я спала с открытым окном теперь еще и это на мою голову понимаю что не очень приятная привычка но ничего с этим поделать не могу потому что вы сами понимаете что когда пропускаешь столько бедствий через себя ты абсолютно здоровым быть не можешь как-то это все равно отражается вот где тонко там и рвется где у тебя основная проблема там и трогается нос у меня проблема потому что моя операция была на лице понимаете скажем так ведь именно бутылка у меня есть своя версия мадам любой ритуал который название похоже где-то она имеет и мою версию понимаете есть множество версии любого ритуала но не любого но многих ритуалов и если есть у меня это моё авторская да моя работа это уже моя версия этой работы точно так же как соляной столб есть чистка дома который не моё а есть соляной столб чистка себя это моё я хочу сказать что моя версия сильнее если что так вот и вот эта женщина на нашла значит старинную книгу ей показалось что это дам я просто ну не люблю вот эти вот непонятные вопросы изучите мой канал мне незачем чужой выставлять у меня своих работ очень много когда-то я выставляла работу других мастеров более древних мастеров то есть ней не сегодняшних были такие моменты 5-6 работ мастеров я выставляла ну а потом я поняла что мне это не интересно я даже то есть создавала одной части работа мастера вторая часть моя указывала это вот мое усовершенствованы это поле древние варианты ничего здесь такого стыдного ужасающего я не вижу я это не продаю я это дар даром дарю я беру одну часть древнего ритуала добавляя свою усиливаю и дарю практикующим или простым людям было несколько таких ритуалов и всего лишь остальное все это мои работы и и название это не говорит ни о чем понимаете название одинаково может быть но содержание моё пошли дальше так вот значит она начертила сделала спасибо василия и начала читать и вот этот заговор она говорит начала читать читать у меня появился жуткий страх но я подумала что надо значит довершить и вот она дочитала закончила все это разложила легла спать и ночью снится бабушка которая пальцем значит грозится и очень злая смотрит на нее я горит проснулась и почувствовал такой сильный удар по лицу словно мужской кулак ударил она подумала что в день ну в дом залезные воры в общем что я пришли убивать грабить после этого удара есть стало плохо она упала в обморок проснулась от того что холодный пол видимо холод все-таки пробудил ее она проснулась подошла к зеркалу увидела что пол лица у нее практически просто кривое вот вызывали скорую делали очень много уколов всякая расслабили у нее случился инсульт на почве этого удара лицо скривилась исправили но процентов 80 в любом случае если хорошо посмотреть ведь на асимметрии лица она была красивая женщина хочу вам сказать и это очень сильно ее травмировала на долгое время и она говорит что никогда в жизни не подумала бы что вот это возможно и ну может навредить после этого она сфотографировала эти эти страницы которые вот были мне отправляла но я латиницу не знаю но я поняла по действиям что это совершенно не был вызов жениха это был вызов демона в общем вызов черта давайте вот так скажем она горит знаете потом эта книга куда-то делась я не могу найти она куда-то просто испарилась пошел нахер у марва давай мужчина по судьбе ты на себя в зеркало посмотри ты хотя бы волос свои покрась чтобы искать мужчину по судьбе пошла вон пришли эти тупорылые овцы так дорогие друзья черт черт попутал очень хорошо вообще найти как он черта до сатану дьявола и свалить на него все свои грехи то есть сделать все что угодно потом сказать вот дьявол виноват сатана виноват как говорят враг человечества враг рода человеческого значит он виноват во всем вот он меня попутал на самом деле в основном в своих бедствиях виноват человека никакой без никакой черт но есть один момент дорогие друзья бесы демоны черты вот эти это все на самом деле название всего лишь низменных демонических сил демона неправильно сказал черт без там и прочее у армян их называют чарки кстати тюрки тоже переняли слово чар что означает зло на злые значит у грузин эшмаки лим больная что ли это ебанашка реально нахер послали я не могу твой борис это который этот код борис который рекламирует да не переведутся лохи на руси ей богу это ужас как неистребимы твою мать шить до шить значит шайтан мусульманской традиции причем смотрите он же не то без меня путает он не в жизни не сможет путать причем он не относится никаким джинам он просто шайтан его так называют его называет шайтаном и темную силу называет шайтаном и тех которые вот эти маленькие в армянской традиции называют сатаны вот да хрень какая творится реально черт путает нас всех они могут путать я вам хочу сказать так вот что происходит конце концов с этим чертом эти силы добивают себе энергию а как они добывают себе энергию значит первые создавая дома споры крики грязные выражения друг другу забирают энергию вот этой боли трясучки или людям же больно людям плохо и их трясет они там обижаются друг на друга да он собирает эту энергию себе на пропитание второй момент соблазняет игрой человек становится игроманом он начинает носить туда деньги он начинает проигрывать ему становится плохо и вот трясет у него нервное состояние взяли у него данью взяли и деньгами взяли и как бы подпитку вот этим нервотрепкой второй момент больше всего он власти над человеком когда человек не трезвый когда человек не трезвый у него защита уходит учтите почему все преступления основное количество 90 процентов преступлений совершается в пианом угаре и человек потом даже не помнить что он сделал но его судьба уже загублена потому что когда человек пьяный от него уходит его защита именно поэтому на руси не было принято вообще пить на похоронах или когда нибудь еще потому что считалось что похорон или какие-то тяжелые события это натиск потусторонней силы и душ которые пришли за новоприставленным приставленным забирать да если у человека не будет защиты то может быть подселение то может быть наказание этому человеку поэтому во время похорон пили только кисель и закусывали блинами это сейчас гормон там рвут три гармошки понимаете похоронили тещу тогда такого не было то есть люди были разумны они понимали что в такие дни когда ты особенно слабый в момент скорби когда ты у тебя вот эта энергетическая оболочка очень слабая ты можешь себе навредить этим и тем более если у тебя не будет защиты то всякие сущности которые там есть ходят в это время они могут к тебе прилипнуть это опасно так вот они охотятся за людьми пьяными человек пьян он может вести ну он может делать любые неадекватные вещи и последствия его очень страшно испугают очень страшно испугают до эфир за зависит не знаю почему так случается с утра за за то есть они охотятся за пьяным человеком чтобы его привести в определенные такие трудные моменты чтобы его руками вершить кое-что страшное а потом этот человек пойдет сядет а значит лет десять им обеспечена корм понимаете он будет страдать он будет переживать одним словом бесы 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 питаются вашими отрицательными эмоциями бесы питаются болью бесы питаются страданиями и для того чтобы они этим питались они вас толкают туда чтобы вы это сделали а потом страдали и питали бесов сейчас вам здравствуйте вам объясню как это происходит и самое главное как путают бесы это магия дорогие друзья ну вы наверное слышали много раз да пьяница когда город допился до чертиков допился до чертиков это когда уже до такой степени черти гонятся за ним и до такой степени его уже используют во благо себе что он уже их просто во очи увидит тем более у пьяного человека со временем упадает вот эта ширма потусторонний мир видит мы защищены с вами дорогие друзья если мы будем их видеть каждый божий день мы просто сойдем с ума мы не выдержим наша психика просто не выдержит учтите это и поэтому у нас есть ширма определенная закрытость почему например объектив видит да значит телефон либо камера их может снять но мы его через камеру видим что там тень стоит а вот так вот мы его не видим у нас закрытость когда человек все время нарушает значит законы потустороннего мира рано или поздно он начинает лишаться защиты всякой защиты и закрытости и того этого сейчас вопрос возникнет а как от них уберечься а я вам скажу не нарушать вселенские законы дорогие друзья вселенная она справедлива она не будет каждому человеку посылать какие-то испытания трудности просто от нехер делать вселенная позволяет трогать и мучить вас только тогда когда вы нарушили его законы вот смотрите рассмотрим религию когда религия защищает человека когда человек полностью подчиняется его эгрегору если человек в любой религии христианство ислам если он соблюдает полностью эти каноны только тогда он имеет право обратиться к этой религии религии ну пускай эти пьющие идут там холодный душ примут и успокоиться яйца охлаждают себе так вот когда человек соблюдает эти правила канонной религии он имеет право прийти к этой религии за помощью когда ему плохо если человек их не соблюдает он не имеет права прийти к этой организации помощь попросить потому что он их не соблюдает согласны то есть если ты хочешь чтобы тебе помогли играй по их канонам вот что я скажу точно так же происходит во вселенной если вы хотите чтобы эти сущности за вами не гнались если вы хотите чтобы эти сущности не имели права прилепиться к вам а у них запрет стоит это не говорит о том что они могут любого человека поймать и жизнь испортить нет эти сущности имеют право прийти в жизнь и вообще затрагивать жизни судьбу тех людей которые нарушили законы мироздания вот определенные каноны мироздания они нарушили значит дали волю этим сущностям делать с их жизнью все что угодно а как это происходит смотрите человек пьет бесконтрольно не отвечает за свои поступки значит он становится жертвой этих сущностей почему алкаши как мы мы не говорили алкаши все таки не дохнут рано один на миллион чтобы сдох как правило пьют пьют не просыхая до 80 лет убили там чуть ли не достали довели до могилы мать отца жену детей не знаю сами живут вот эти твари двуногие и живут почему потому что их тело вот они сами вот их целостность их сущность добивает корм для бесов понимаете как вы реагируете вы раздражаетесь вот я например тоже когда начинают наверху эти крики посреди ночи я тоже злюсь я тоже им говорю все что угодно и соседи милиции люди и дети просыпаются плачут понимаете все пошла вон дура и вот это вот энергия полностью вот эта энергия это трясучка это нервотрепка это все идет корм бесам другой момент человек неадекватный человек ведет себя знаете злобный в душе или озлоблен или злобный вот вы заходите например какой нибудь форум значит пожалуйста вот заходите какой нибудь форум да ну например ну собачку показывает какую нибудь кошку как люди спасли вот вы радуетесь за спасенную жизнь вам приятно что эти создания вот нашли семью и так далее какая нибудь тварь там обязательно напишет да чтобы они сдохли нахрен они нужны вот значит как одна тварь тоже написала зачем тебе этот пусик нужен он состарится ты его выкинешь а потом я этого блоховоза значит задавлю своей машиной и так далее можете представить это какой озлобленной грязной душой нужно обладать чтобы вот такие вещи писать а я скажу почему ведь он написал и мы возмущаемся понимаете мы же возмущаемся мы говорим да как ты смеешь ты что за тварь такое вот пишешь или погибшие люди вот погибли упал самолет внизу как хорошо вот сдохли вот такие вещи тоже пишут люди есть и такие люди такие существа которые без стеснения пишут вот он думает что он там называется Вася Петькин и никто ну не знает что он например Андрей Михайлович например да и вот он зайдет такое напишет почему он пишет это он пишет для того чтобы мы возмущались чтобы мы разозлились чтобы мы ему написали гадости и тем самым он забирает у нас эту подпитку вот почему я говорю что когда начинает вас трясти начинает специально вас провоцировать и доводить нужно дать им вот вот пинка в челюсть а потом игнорировать потому что иначе ты питаешь вот этот нижний слой астрала понимаете нижний слой астрала и вот этих сущностей бесоподобных сущностей то есть бесов которые специально скажем берут энергию за счет этого живут человек который я об этом уже говорила что человек который дома всех доводит мужа детей там внуков потом смотрели фильм похороните меня под плинтусом вот вам яркий пример беса внутри человека который доводит всех ненавидит всех значит нарочно делает больно всем чтобы плакали чтобы а ведь это жизненный фильм и это у многих во многих семьях это дали во многих семьях это творится к сожалению то есть вот эти сущности вот подобными значит людьми через подобных людей себе забирают определенную энергетику татьяна чернецова если это ваш ребенок на главном фото уберите поставьте что-нибудь другое нельзя такого малыша показывать просто нельзя следующий момент магия как заманить человека как сожрать его энергию и жизненную силу быстрее эффективнее только через магию вот ничто не дает такой эффект ничто так не ломает человеку жизнь ничто так быстро его не опустошает ничто так не уничтожает его как личность и не сжирает все его энергетическое поле как магия которую то есть куда тебя не звали что происходит 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 следующее замануха дорогие друзья если человек бесцельный если человек почему богатые люди не ходят ни по каким тренингам ни по каким школам ни по каким там значит ни по каким специальным там обучающим курсом абсолютно они считают следующее что если человек имеет свою цель если человек умный начитанный если человек работоспособен если человек готов посвятить много лет своей жизни достижению этой цели этот человек этого достигнет если человек абсолютная ерунда если человек скажем так не иметь никаких стремлений лежа на диване никакие тренинги никакие школы обучающие как надо жить никакие стимулирующие курсы тебе ничего не дадут и те которые эти школы открывают они лучше вас это знают что тут собраны абсолютный мусор человеческий просто или наивные тупые люди из всех колхозов и всех стран мира которые пришли сюда в надежде что вот после этих курсов после вот когда они узнают секреты богатства и прочее они просто все станут миллионерами те люди которые открывают эти школы они над вами смеются потому что они понимают что вы просто пришли за американской мечтой то есть просто вот как вы должны разбогатеть скажите мне пожалуйста вы должны найти миллион долларов например в кейсе где-нибудь да или какой-нибудь ваш прапрапрадедушка который случайно попал в арабские эмираты потом нашел нефтяное месторождение значит резко умер и вам оставил вот эти все великие миллиарды третий момент вы случайно у себя в огороде нашли нефтяную скважину дальше идем четвертый момент вы случайно обнаружили бриллиантовое месторождение у себя там в погребе это нереально человек значит человек должен идти к своей мечте упорно преодолевая трудности преодолевая зависть преодолевая ненависть людей преодолевая много чего и достичь своей цели и никакие тренинги в этом не помогут самый лучший тренинг это жизнь сама жизнь вас учит как правильно жить как отвечать как что делать пойдемте далее соблазнить женщину и мужчину как надо делать что надо одевать чтобы мужики по тебе сохли как надо себя вести что надо говорить зачастую эти все курсы туфта женщину любит мужчина абсолютно просто так не за каких-то манер надо глубоко смотреть ему в глаза закатывать взгляд значит я не знаю это какая хрень рукой так вот нести вот так провести вот так посмотреть вот туда смотреть вот так сказать вот так зевнуть это все смешно ты пойдешь за хлебом не накрашенная уставшая с хвостиком набок и вдруг ты встретишь свою судьбу человека который скажет девушка а тут не продают больше хлеб закрыт а что мне теперь делать а вот поедемте я вам покажу вот там есть я тоже хочу нет я не поеду да не бойтесь вы поехали я вас просто отвезу вот он вас отвез вышли хлеб купили поболтали посидели где-нибудь обменялись телефонами и все и началась ваша любовь и совершенно вы не были там глаза там в разные стороны мечтательный взгляд Мерлин Монро это смешно как правило мужчина очень опасается и боятся подходить к женщине у которой слишком наигранный вид которая слишком готова ко всему которая слишком начитана обучена как отвечаете как смотреть в глаза понимаете он опасается ему кажется что тут какой-то какая-то театральность и и так далее очень приятно но при чем здесь Грузия Грузия очень красивое место я согласна далее вот эти все курсы это просто для скажем так зарабатывания денег на лохах но они безопасны на самом деле но вот опасны вот эти школы бесконечные школы магии которые отправляют людей на корм беса дорогие друзья многие люди которые сходили с ума которые приходили потом чтобы я им помогла и спасла их вытащила из бездны куда они сами головой своей окунулись на мой вопрос почему вы туда полезли они говорили нет Люцифер так не выглядит они говорили вы знаете инга но дело в том что у меня это получалось у меня в начале реально получалось вот я что-то там делаю меня действительно получается ко мне даже люди шли я мог лечить вот хотя у меня не было никаких способностей я просто в газете увидел там какой-то школы магии и пошел обучился там три месяца отдал что-то там сто двадцать тысяч и вы знаете у меня получалось я вот видела некоторые вещи они сбывались я говорю а это неудивительно как тебя еще затянуть туда вот сами подумайте если вы пойдете в эту школу магии ну отдадите деньги да месяц два три значит послушайте при чем здесь бесы все владимир еще одна хрень и я вас выкидываю вы мне надоели эту чушь писать и вот вы пошли обучились вот этой магии да началось животный мир притащился вы отдали деньги обучились магии значит и у вас ничего не получается но тогда смысл вы же продолжать не будете ну вот не будете продолжал отдала в школу магии сто тысяч молодец зато она сейчас ясно видит что она дура у нее ясновидение резко откроется и она ясно увидит что она тупая мне одна тоже так сказала пошел нахер владимир давай ты свободен я же предупреждала несколько раз знаете в чем проблема то есть вы идете обучаетесь отдаете деньги как сделать так чтобы вы да так я назвала эти школы как сделать так чтобы вы затянулись в это все чтобы вы дальше дальше вам стало интересно у меня получается у меня вот это случилось у меня получилось твоя судьба сдохнешь ты через три года это елена вот твоя судьба жаль тебя конечно но увы значит ну а мое слово вы знаете очень сильное очень жаль конечно но уже сказала из уст вылетела а значит прилипла к твоему лбу если вы пойдете в эти школы и у вас ничего не будет получаться вы это бросите и пойдете себе жить не знаю будет ли эфир если у меня будут силы может и будет я понимаю вальпургиевая ночь но я про это уже говорила сто раз но если я только ритуал покажу вальпургиевая ночь будет лучше вы бы не пошли дальше правильно в магии если увидели что ну не получается значит не мое но вас нужно как-то заманить туда у вас будут люди вы даже будете читать что-то у вас будет получаться человек вылечиться где-то вы что-нибудь сделаете да получится вы начнете увлекаться еще глубже 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 больше потом вы возьмете таро в руки вы можете что-то предсказать оно правда получится вы что-то скажете и действительно сбудется понимаете и вы возомните себя практиком вы возомните что вы значит великая ведьма и потом что случается я вам показывала такие смс помогите я занималась магией потом у меня все пошло очень плохо мне страшно я не знаю что делать все болит все помирает вокруг одна дура написала я занималась рунами почистила маму свою рунами значит она померла а теперь брат в тяжелом состоянии это от рун зависит я говорю ну наверное да если ты не дура наверное догадалась что от рун зависит понимаете вы знаете постоянно лезть в судьбу постоянно какие-то разборы судьбы устраивать постоянно какие-то гороскопы подключать постоянно какие-то карты кидать ты не даешь судьбе возможность помочь тебе дать тебе то что твое просто дать тебе понимаете ты лезешь все время туда почему так делается это делают люди которые на самом деле ну не богаты знаниями у них иного выхода нет привлечь к себе внимание вы поймите что он на меня смот хочет обо мне сказать как он сегодня думает обо мне завтра не думает как он спит без меня с кем он спит с кем он пошел куда он поехал как он чувствует что он хотел мне сказать не сказал и так далее понимаете потому что истинные практики ведьмы дорогие друзья они заняты настолько сильными делами у них настолько много людей один болеет другой помирает у третьей там бедствия в жизни четвертые проклятие рода все помирают друг за другом да у пятого нужно это снять то снять господи притащился придурка столько бедствий что ну тебе вообще нет вот это примитивное что хочет что посмотрел как он сказал куда посмотрел вообще неинтересно просто неинтересно и все ты не хочешь тратить время на эту чушь у тебя есть дела поважнее и есть люди которые ждут просто помощи знаете как говорят столько людей которые наладом дышат просто и вот посвящать свое время да можно на таро иногда показывать настоящую работу взять человека и сказать его судьбу и это все совпадет ну вот а вот таким образом вроде вот так вроде не так вот попробуйте получится может быть может нет и так далее но это не работа это не практики дорогие друзья и вот что соблазняет людей мне женщина пишет мой сын ничем заняться не хочет ничего не хочет сделать и значит ну в общем там какие-то проблемы не буду сейчас усугубляться и ему снятся мертвые которые его обнимают целуют и так далее спросите пожалуйста у Инги это ясновидение и можно как-то это развивать вы знаете честно я хотела плюнуть ей в рожу потому что человек который хочет заработать на своем ребенке таким образом как хорошо вот мы сейчас ясновидение будем развивать миллионы заработаем и ничего делать не надо испокон веков каждая дура последняя даже дура самая долбанутая дура на земле знает что с мертвыми обниматься во сне и целоваться это к смерти это не к ясновидению сниться это к смерти то есть по херу как там да по хер пляшем ну и хер с ним что там это мертвый главное ясновидение можем развивать а сто раз было сказано знаете жопой слушает такое ощущение что это не развивается это должно быть потом это само усиливается усиливается это с малых лет идет невозможно в 30 лет резкое ясновидение открыть и развивать третий глаз четвертую жопу невозможно понимаете это нереально это не дано с этим рождаются это либо есть либо этого нет то есть значит что происходит происходит следующее человек скоро помрет но маманя радостно значит ждет пока будет развиваться ясновидение для чего деньги зарабатывать всем кажется что понимаете как ясновидение им людям кажется что ясновидение это вот некоторые вот количество табунов которые все время говорят ведающие кто ведущий меня поймет я как ведущие говорю вот ведущие твою ж мать какие же вы ведущие вы что считаете что если вы прочитали про мир бесов про про сатану я не знаю если вы знаете значение карт таро почитали там по инструкции и так далее чертите руны значит вы ведущие вообще понятие иметь что такое ведущие ведущие это люди которые просто видят судьбу заглядывают душу человека и выявляют оттуда очень потайные вещи из подсознания из жизни из прошлого и очень много так вот о чем я вот как путают бесы деньги человеческая алчность не имеет границ у меня я пойду в эти значит в эти школы магии у меня откроют ясновидение там третий глаз откроют не знаю что еще откроют потом я открою салон буду деньги делать не буду работать я просто буду значит делать деньги я буду знаменитая известная ничего не делая разбогатею им так кажется им кажется что это очень легкий труд и любой может сказать вот у меня там открылись какие-то способности и ля-ля-ля пойти там заработать это им так кажется вот им так хочется чтобы было да вот затягивает бес хочешь таро заниматься ну вот видите сейчас рассказываю хочешь заниматься таро пожалуйста ты будешь раскладывать таро и что-то там совпадет понимаете что-то совпадет что-то действительно получится если бы людей со способностями было так много то в древние времена люди были не дураки когда ездили за черти куда три девять земель чтобы найти какую-нибудь бабушку и попросить помощи у нее если бы это все было так легко и просто значит доброе утро жадность человеческая которая сразу же спохватывается ими человек лезет в те дебри куда тебя не звали мы говорим бесам тоже корм нужен когда вот эти вот приходят а теперь посмотрите на их искалеченные судьбы вот когда говорят все кто занимается колдовством потом сходят с ума потом вот это у них дети болеют или больные рождаются дорогие друзья это те люди которых не звали в это колдовство вот эти люди да сходят с ума но не надо думать что все ведьмы я вас умоляю покажите мне одну настоящую ведьму которая сошла с ума свихнулась или что-нибудь еще нет таких а вот те которые лезут туда куда не звали да и прыгают с окна и рано умирают и внезапно сердце останавливается и дети рождаются больные и сами с ума сходят и чего только у них не случается потому что они пошли в корм бесам и все эти табуны посвященных понимаете какие знаки ты должен понимать что за чушь ты несешь ахинеи тут знаки какие должен понимать знаки тебе никто давать не будет это идет по роду это тебе не понять потому что ты ноль здесь ты никто поэтому тебе никакие знаки не будут давать и тебе это не надо и вот первый раз получилось что-то получить что-то сказать что-то случилось реально получилось человек поверил в себя пошел вон как хочу так и разговариваю грубо и грубо так хочу второй момент начал что-то делать лечить и получилось и люди начали ходить и хвалить начали год может быть два и все трындец и все что человек пошла вон красиво не красиво не тебе ебанашки решать тут и человек понимаете понимает что все что он заработал вот с помощью этих сил первое время он все начинает терять он-то думал что ему покровительствует высшая иерархия демонов и богов темный хаос он так думал ему казалось что это покровительство сил которые там на вершине хаоса сидят а оказалось что это всего лишь временное использование бесами их сущности для определенных своих целей чтобы отжать от них энергетику поэтому дорогие друзья те которые лезли в магию потом поняли что у них жизнь нарушится и которые никак не могут понять почему так происходит ведь в начале же все получалось вот вот ну получилось же ну я же могла некоторые вещи предугадать и все вот случалось а я вам еще раз говорю это как казино вас должны чем-то соблазнить чтобы вы пришли для начала если у вас ничего не получится вы это забросите вас должны соблазнить вот вас соблазнили притащили уговорили не буду я не про какую нумерологию рассказывать мне это надоело зачем мне про это есть очень много статей откройте читайте я мои темы не будут посвящены одинаковые где вот там есть и я такое же сниму мне это не нужно я не собираюсь снимать про то про что ты вы можете прочитать в интернете посмотреть и вообще где-нибудь узнать я снимаю про то о чем вы не услышите кроме меня больше нигде так вот это называется без попутал дорогие друзья такие случаи бывали когда люди еще в средневековье то есть ну не средневековье чуть скажем так чуть более ранний период да когда уже ослабли хватку церкви и открывались салоны свои всякие там великие ведьмы и первое время к ним шли люди и эти эти люди скажем так господи пономарев ты чё горец тункал маклауд что ли ёпаса ты тебя сколько можно блокировать блять и они вот шли к этим людям и получали многое год два три они богатели они были очень востребованные дорогие друзья все там хорошо и в определенный момент их предсказания перестали сбываться и в определенный момент значит их работы перестали получаться и в определенный момент их предсказания начали вести людей по ложному пути вспомните пожалуйста Распутина вспомните Распутина к чему привел Распутин людей. То есть Россию к чему привел он? Российскую империю. И царя, и его семью. К расстрелу он привел. Потому что он слушался не своих генералов война, то есть командующих. Он слушал человека, которого бес попутал. Реально. Когда его называют великим старцем, великим человеком, не смешите меня. Это был сельский аферист. Аферюга, который просто знал, определенные травы, определенные заговоры, останавливающие кровь. И этим навыком обладали многие-многие сельские крестьяне. Многие из них. У которых бабушка оставила какой-то заговор. Он не был уникальным человеком. Если бы он был действительно старец, если бы он действительно был знахарь, если бы он действительно был человек, имеющий силу, он никогда в жизни бы не вел такую грязную, такую аморально опущенную жизнь и биографию. Спать со всеми, устраивать Ольги. Он был просто зажравшийся мужик, который сам не понимал, что творит. Понимаете? Я про него сниму, кстати. Я про него сниму как-нибудь и подробно расскажу о нем. И что случается в итоге? В итоге случается, что через него вот эта бесовская сила направляет целую страну на погибель. На погибель направили целую страну, дорогие друзья. И страна просто погибла из-за умалишенного дяденьку, который возомнил себя колдуном, возомнил себя старцем, целителем. Понимаете? Зная пару заговоров, которые доступны, в принципе, у крестьян сильная энергетика. Они же ближе к природе живут. Понимаете? Они живут ближе к природе, и поэтому им иногда дается то, что не дается нам с вами. Но сколько получили бесы энергии через этого человека? Сколько жизни они загубили? Революция, расстрелянные люди, войны и далее, и далее, и далее пошло. Сколько загубили жизни бесы, вселяясь в определенных диктаторов. Когда они просто сходили с ума, когда у них с головой начинались проблемы, они прям бредили, они начинали делить расы или там народы, какой народ имеет право на существование, какой не имеет права, и создавали концлагеря. Это же все боль человеческая. Понимаете? они давали дань этим бесовским сущностям, силам через одного человека, через его безумие. Вот это и есть бес попутал, когда человеку меня, то есть человеку внушают, что ты великий, что ты можешь, что ты умеешь. Вот его заманивают вначале в магию, заманивают всякими посулами, у него получаются дела, у него получается это, а потом начинают бить по голове, а потом сжирает его жизненную силу, энергетику, полностью опустошает, уничтожает этого человека. И вот потом люди бегают и говорят, ой, помогите, что-то у нас все было хорошо, потом вот у меня все получалось, а теперь так страшно, то дети болеют, то там муж оставил, то еще что-нибудь. Вот эти вот табуны, вот этих тупых гусынь, которые с тремя подбородками этими подбородками, как жабы, стоят, какие-то круги силы устраивают, вот они идут бесам в корм, потому что когда люди мнят, что у них есть какие-то способности, когда этих способностей там даже в помине не было никогда, когда людям внушают, когда людям внушают подобные твари, что вот все вы будете колдовать, все вы можете, вы все можете быть ведьмой, приходите, то есть деньги плати и ты ведьма, да, сертификат выдам с печатью, что ты ведьма и прочее. И вот через подобных людей бесы берут себе корм, бесы берут их себе в корм, их вся жизнь, вся энергетика, вся судьба, все, что у них в жизни есть, это все идет корм бесам, а они даже не понимают, потом начинают говорить, а почему, да, ну, они не просто по тетрадке моей читают, они прям копируют мой стиль, они точно так же выставлять начали, значит, смс-ки какие-то якобы им пишут, это сверхмерзость, понимаешь, ну, смотришь на этих мразей, думаешь, ну, неужели вы хотите быть наравне со мной, ну, вы серьезно или шутите ублюдство, итак, дорогие друзья, бес попутал, это, про рейки я уже снимала, что это тоже опасная вещь, между прочим, после рейки тоже многие с ума сходят, Руслан Белов, иди нахер отсюда, причем очень быстро, хорошо, очень быстро, вот руки в ноги и побежал, значит, так, если вас тянет в магию, в колдовство, это нормально, нормально, потому что каждого адекватного человека более-менее тянет в мистику, с малых лет, но задайте себе вопрос, сможете ли вы жить жизнью ведьмы, готовы ли вы к этим лишениям, готовы ли вы отдать часть себя и очень многое в своей жизни для того, чтобы чтобы как бы обрести то, что есть у ведьмы, готовы ли вы к этому, потом задайте себе вопрос, а с чего я решил, что я могу ведать, колдовать, что я могу распоряжаться чужими судьбами, что я имею вообще право заниматься магией, с чего? Я просто хочу, с какой целью я иду туда, с целью наживы, деньги получить, салоны открыть, я вам хочу сказать, в магию мы не идем с целью наживы, нам сначала это дается, деньги приходят потом, деньги приходят потом, как награда за верность, за работу, они приходят лет через 15-20, 20 лет готовы идти вперед, в одиночестве, с трудностями, с болью, нас закаляют, обучают всякими методами, я не думаю, пойдемте далее, вы уверены, что вот вся эта информация, которую вы даете людям, оно исходит от вас, вы знаете, что бесы путают людей, приходя от их имени, даже на вызовы медиумов, это надо быть сильно медиумом, чтобы отличить беса и настоящего, значит, беса и настоящего, настоящую душу человека, когда мы проводим спиритический сеанс, я проводила этот сеанс, если помните, хочу вам сказать, дорогие друзья, что очень часто приходят бесы, ведь вы, вызывая Пушкина, я не знаю, Лермонтова, да, Гоголя и прочее, вы не вызовете эти души, во-первых, у вас нет той силы для того, чтобы вы смогли достать оттуда эти силы и призвать к себе, это первое, во-вторых, вы никак не сможете, скажем так, у вас этой силы не хватит, и вы даже просто обычную душу, чью-либо вызвать не сможете, к магии прийти, это вы путаете, прийти узнать о магии, что это такое, почему, получить знание, это одно, прийти к магии, это другое, не путайте, так вот, когда вы вызываете всяких великих людей, вместо них приходят бесы, и вот эти матерящиеся, вот эти вот грозящиеся силы, это никто иное, как бесы, и очень может быть, что они от вас потом не уйдут, дорогие друзья, бесы, это неизменные демоны, это неизменные демоны, и не путайте тех бесов, вот бесовской пантеон, русского чернокнижья, где там древних, более древние силы, христианство перечислило к бесам, это иное, а вот именно, скажем так, вот эти силы, которые вас путают, которые вас ведут по ложному следу, это реально бесы, со временем вы поймете, что эти бесы, опустошили вашу жизнь, что у вас не получилось, стать ни практиком, ни заработать, не подняться, не сделать себе имя, не стать, скажем так, колдуном, ведьмой, никем, вы просто влезли в мир духов, вы получили по лицу, вы опустошились, у вас забрали все, что у вас в жизни было, и практически остались просто на перепуте, не зная, куда идти, как быть, бесы вас попутали, они вас привели туда, где сожрали всю вашу жизненную энергию, силу, а теперь говорят, иди куда хочешь, а теперь не такие твои, не предсказания не сбываются, а теперь у тебя ни жизни нет, ни денег нет, а теперь у тебя нет ничего, вот таким образом, вот эти все посвященные, вот эти все, значит, школы магии, институты магии и так далее, это всего лишь корм бесов, хочу вам сказать, что некоторые мастера, значит, нет, не можно, здесь не задавайте, то есть не раздавайте заказы, некоторые мастера реально сами отдают корм бесам, вот это вот великое множество и количество людей, а как они это делают, они создают черный форум, в которых выставляют какие-то, о чем я говорила как-то, ничего не поняла, они составляют черный форум, в котором говорят об очень сильных работах, эти работы, скажем, не до работа, не до конца выданы, не до конца объяснены, и в этих форумах они говорят, они снимают, то есть они под видом простых, смертных, пишут якобы, мол, спасибо мастер, очень сильная работа, у меня получилось, всем рекомендую и так далее, в общем, надо идти на кладбище, одна дура это сделала, капать свою кровь, зажечь какую-то свечу, стричь волосы, положить на кладбище, на могиле или что-то еще, и, значит, якобы это какое-то ощущение от порчи, очень многие пошли туда, капнули кровь, оставили свои волосы на кладбище, на могиле, и после этого начали жутко болеть, они нарушили закон мироздания, они оставили часть себя, да, волосы, кровь, самое опасное, оставили часть себя там, тем самым открыли дорогу бесам в их жизни, бесы начали их жрать, а как это происходит, вот человек, который занимается черным делом, говорит бесам, я вам приведу, я об этом потом сниму, я вам приведу такой пример, человек говорит, значит, ну вот, просит эти силы, вот такие-то силы, я прошу вас дать мне то, это, это, взамен обещаю, даю слово, некоторые прям подписывают договор своей крови, взамен обещаю вам, значит, вы про что, Марина Самойленька, вы о чем? Взамен обещаю вам, что приведу к вам, например, там, ну, 200-300 душ, ешьте их и поеду, и вот они создают этот форум, в которых говорят, что можно провести такие-то ритуалы, идите, закопайте там свои волосы, идите, капайте кровь, стригите ногти своих детей, закопайте на кладбище, чтобы они были богатые, ну, чего только нет, вы знаете, понимаю, да, жалость, сейчас сострадание к этим людям, очень жаль, как же они так смогли, а у меня жалости нет, потому что, если у человека нет мозга, значит, должен сработать естественный отбор, наверное, я так считаю, уж меня извините, но если человек настолько безмозглый животный, что даже не задумывается о том, что значит стричь ногти своему ребенку, отнести, закопать на кладбище, значит, этот человек просто не достоин жить, и пусть он мучается, пусть он становится кормом для бесов, зато от нормальных людей бесы отступятся, понимаете, так вот, вот эти все форумы, в которых вам это все сказано, и вы покорно делаете, не задавая себе лишних вопросов, эти все форумы рассчитаны как раз на вот таких людей, которых бес путает, понимаете, бес путает по-разному, бес путает человека, когда он лезет в ту сферу, куда не надо, самая тяжелая сфера, это все-таки магия, и там именно непосредственная встреча с потусторонним миром происходит, бес путает, когда человек, не имеющий никаких навыков и прочее, хочет резко разбогатеть и начинает лезть в те сферы, куда ему не надо лезть, бес путает, когда человек нарушает законы мироздания, а именно что он делает, например, отдается пьянству, многие мужчины очень удивляются, почему у них в жизни начинается несчастье, почему их начинает привораживать женщины, мстить женщины, а вы не понимаете, что вы нарушаете обет, скажем так, верности, целомудрия, вы берете женщину в жены, вы обещаете этой женщине любовь, вы бросаете эту женщину с тремя детьми, идете к какой-то шалаве, живете с ней, через некоторое время эта шалава вас просто обчистила, оставила голышом на улице, вот вы хотите вернуться обратно, вас не принимают, мало того, у вас жизнь вообще не складывается, у вас не идет ни работа больше, ни деньги, ни друзья, ничего, и вы начинаете плакать, мол, вот я бедный несчастный, вот за что мне это, ты нарушил несколько правил мироздания, почему, я вам объясняю еще раз, дорогие люди, бесы, это не те силы, которые нападают на всех подряд и имеют на это право, любая сила, для того, чтобы она напала на вас или как-то вам навредила, вы должны давать для этого повод, вы должны им открыть эту дорогу, мы рождаемся с этой защитой, не могут любые сущности, любые силы напасть на нас, душить нас, убивать нас, жизнь нашу забирать, не могут, у них нет на это права, нужно делать нечто, нарушить закон, для того, чтобы им силы, знаете, вот как вам сказать, вот фас, вот теперь идите, вот теперь делать, что хотите с ним, теперь смотрите, мужчина изменил жене, то есть он оставил жену в трудном положении, он ее предал, он нарушил первый закон мироздания о совести, чести и верности, второй момент, он соприкоснулся с телом другой женщины, энергетически, он слился с другой женщиной, равновесие семьи нарушил, понимаете, вот когда мужчина изменяет, он разрушает равновесие семьи, они едины, у них одна энергия, вот они прилипли, вы замечали, когда муж и жена верны друг другу, они очень многого добиваются, они, во-первых, доверяют друг другу, любят, и они очень многого достигают, если мужчина изменяет, даже в мыслях изменяет, он это равновесие нарушает, эту целостность нарушает, и у них в жизни начинается всякая хрень происходить, то есть в эту семью, эта семья уже благословение свое теряет, ведь они воедино были, понимаете, они прилипли друг к другу, и они это единая сила, которая достигнет многого, но если единство кто-то нарушил, разрушил, все, благословение с этой семьи ушло, больше они ничего добиться не могут, они, каждый из них, как рак и лебедь, значит, тянется вот наоборот, не имеет значения, кто изменил кому, если муж плохо относится, надо развестись с этим мужем и уходить, нельзя нарушать, нельзя нарушать закон мироздания, если ты принадлежишь этому человеку, ты окольцован этим человеком, ты ему изменять не вправе, если он мерзкая душа, если он тебе делает больно, ты должен с ним развестись перед лицом мира, мироздания, отсечать свою связь с этим человеком и найти другого человека, но пока ты принадлежишь этому человеку, ты не вправе ему изменять, ни он, ни этот, как только это происходит, определенная демоническая сила уже внедряется, уже влазит между вами, вашу семью, это раз, во-вторых, оставляя детей, ты нарушаешь еще одно страшное, скажем, страшный закон мироздания, ты отворачиваешься от единокровных, продолжение твоего рода, твоя кровь, твоя генетика, ты отворачиваешься, то есть ты предаешь свою генетику, ты предаешь своих предков, они тебя родили на свет, чтобы ты дальше продолжал их, дальше, дальше, понимаете, ты этим, ну, отворачиваешься от своего ребенка, ты нарушаешь уже правила мироздания, оставляя ребенка своего в детском доме, ты нарушаешь правила мироздания, ты нарушаешь зов крови, продолжение рода, тебе будут твои же предки мстить, то, что мироздание. Ни одна женщина, которая оставила своего ребенка в роддоме, в детдоме, там, считая, что зачем я с ребенком нужна, да я без ребенка устрою свою жизнь, ни одна женщина не устроила свою жизнь, не была счастлива. Обязательно в конце жизни она была уже ханыга, использованная как презерватив по тысячу раз, потерявшая уже товарный вид, беззубая, какая-нибудь, извиняюсь, с висячими, хер знает чем, абсолютно никому нахер, не нужное существо. Она не построила свою жизнь, хотя она бросила своего ребенка ради того, чтобы освободиться от этого груза и жить себе, кайфовать, и хорошего мужа найти, семью создать. То есть он мне мешает. Но ни одна женщина, которая не бросила своих детей, подняла одна, не была забыта, не умирала одна, как собака под заборами. Она была достойной матерью, любимой бабушкой. Она и мужика находила, который принимал этих детей, становился для них хорошим отцом. Она и поднималась по жизни, и судьба ей во всем помогала. Почему это происходит, дорогие друзья? Потому что ребенок, твоя защита. Ребенка дали, дадут и хлеб на ребенка, дадут и место. Враг простит ради ребенка, вселенной поможет ради ребенка. Ребенок, твоя защита. Ребенка оставляя, ты теряешь свою защиту в этой жизни. Теперь ты нахер, вот теперь ты нахер никому не нужна. Как ты говорила, кому я нужна с ребенком, а без ребенка ты вообще нахуй никому не нужна в этом мире. Все. Тебя вычеркнули из списка живых, и тебя больше нет. Понимаете? Я не хочу сейчас слышать, Галина, ничего. Я не хочу слышать ни о каких лабораториях, в лабораториях гипноза. Вот про эту хуйню вообще я слышать не желаю. Дальше. Если человек берет своего ребенка, поднимает одна, через некоторое время он понимает, что мироздание ему помогает. Ребенок, когда есть на руках матери, она будет грызть землю. Она загрызет чиновников, она найдет место, она найдет, она все найдет для него, она еще и найдет ему отца. Она родит еще детей, она поднимет этого ребенка, осчастливит и будет достойной мать, достойная бабушка. И умрет, как достойная женщина, ее похоронят, отпоют, там, поплачут над ней, и будут чтить, и вспоминать. Если мать оставляет своего ребенка как груз или своих детей для того, чтобы устроить свою жизнь, чтобы пристроить свою жопу, эта мать ничем хорошим не заканчивает. Вот на днях я смотрела, опять какая-то ебанашка, которую там сожитель зарезал, пьяном угаре. Она бегала к нему, он бил ее, он бил ее детей, в конце концов, этих детей забрали в детдом, потому что видят, что, значит, ну, нету там матери. Через некоторое время он опять вышел, опять пришел, в конце концов, он ее прирезал. Вот эту шлюху прирезал. Женщина, которая одного мужика меняла, второго мужика пьяницу, третьего мужика, в конце концов, этот мужик прикончил ее. Она детьми не занималась, дети ходили, кто куда, то забирали их, то еще чего-нибудь, то туда направляли, то сюда, в конце концов, ее прибили. Женщина, которая нацелена на 20 сантиметров, она обязательно будет прибита, принижена, унижена, растопчена. Она нарушает, она нарушает самый главный закон мироздания, продолжение рода. Если ты родила, тебе дадут силы и возможность поднять. Но если ты кидаешь ребенка как мусор, как груз, в надежде устроить свою жизнь, твоя жизнь будет короткой, мучительной, и смерть будет позорной. еще один момент, путание бесов. Это вожделение, это желание, скотское желание, плотского удовлетворения, больше, чем твой ребенок. то есть инстинкт, не просто материнство, инстинкт продолжения рода нету. Потому что род на тебе закончился. Потому что эти дети обязательно возьмут, причем здесь, если женщина одна всю жизнь и она не родила. Причем здесь эта женщина, которая одна не родила. Объясните мне, пожалуйста, причем здесь эта женщина в данный момент? О чем мы сейчас говорим? И причем здесь эта женщина вообще? Вы когда вопрос задаете, причем задавать вот эту тупизну, хотя бы подумайте, пожалуйста, твоей башкой, о чем я сейчас буду писать. Итак, когда бесы могут лезть в жизнь человека, когда он нарушает законы мироздания? А как понять, некоторые люди говорят, как понять, вот нарушаю я закон мироздания или нет? А понять очень просто, закон мироздания это закон нашей совести. Тут не надо придумывать, знаете, открывать Америку, тут не надо искать какие-то мудрые книги, где написаны законы мироздания. Это закон нашей совести. Это просто закон совести. Есть у тебя собака, завела собаку, лечи собаку, если она болеет, карми собаку, если она болеет, ну вообще живет у тебя, да, ухаживай за этой собакой. Берешь выкидываешь собаку, нарушаешь закон мироздания, ты за это получишь. В твою жизнь придет черная сила, которая начнет тебя мучить, которая очень много плохого тебе принесет, потому что приходят, любят, потому что они их дети, поэтому я и против того, чтобы брали детей, алкашек вообще из детских домов. Можете судить меня, я против. Один на миллион становится хороший человек. В основном они ненавидят родителей, которые их взяли. Они считают, что если бы не ты, моя мама бы за мной пришла. Вот ты меня забрала, поэтому мама меня не нашла из-за тебя. Они ненавидят этих родителей. Один на миллион, который оценит. Можно взять детей, сирот, у которых родители погибли, у которых там на войне что-то случилось. Это другой момент. А дети, алкашек, наркоманов, они все равно ищут своих алкашей, и в итоге, если честно, они точно такими же и становятся. Вот вырасти ребенка, а потом он тебя топором зарубит просто и пойдет по зонам, и пойдет себе пить, гулять, и радоваться жизни. И получается, что ты забрала монстра. Да, значит, вы одна на миллион. Так вот, как понять законы мироздания и не нарушать их? Закон мироздания – это наша совесть. Понимаете? Закон мироздания – это наша совесть. Если твоя совесть тебе о чем-то говорит, но ты вопреки своей совести это делаешь, ты обязательно открываешь дорогу бесам в свою жизнь. Если люди идут, извините, срут на могилах, развлекаются, если они сношаются на могилах, если они кресты ломают, если они разбивают фотографии покойников, они понимают, что это нехорошо. То есть, любой закон мироздания, нарушая или следуя, мы прекрасно знаем уже отношение общества к этому всему. Понимаете? Добрый утро. Тут не надо открывать Америку. Мы отлично знаем, что хорошо, что плохо. Если мы идем по ночам тайком и устраиваем вандалистические акты в этих кладбищах, разбивая кресты, высмеивая покойников и прочее, мы прекрасно знаем, что это нехорошо. Нам не надо говорить, что это нехорошо. Мы отлично в курсе дела, что это нехорошо, дорогие друзья. Поэтому мы идем ночью, чтобы люди нас не видели и не избили, как собак. Но мы идем, это делаем. А потом мы удивляемся, почему у нас начинается какая-то одержимость, страхи начинаются, почему нам страшно по ночам спать, почему какие-то звуки, почему у нас в семье начинаются нервотрепки, почему родители разводятся, почему мы влезли в долги, почему судебные приставы за нами бегают. А потому что мы нарушили закон мироздания, мы прекрасно знали, что это нехорошо, но мы это сделали, у нас был кайф. Если женщина, которая отдается таксисту на заднем сидении, да, вот ей приспичило, захотелось, но муж не узнает, его сейчас дома нет, или узнает, не поймет, вот она это сделала, она нарушила закон мироздания. Через некоторое время, через некоторое время она замечает, что у них в семье начинается неурядица, что муж начал вести себя неправильно, что она начала к нему не испытывать ничего, она нарушила закон мироздания. Она что, не знала, что трахаться с водителем нехорошо? Ей нужно было специальную книгу дать, законы мироздания, чтобы она там прочитала, хорошо или нет? Нет, ее совесть прекрасно знала, что это нехорошо. То есть законы мироздания, дорогие друзья, это всего лишь, это всего лишь закон совести, это закон морали и более ничего. Здравствуй, Ольга. И мы прекрасно знаем отношение общества к тем или иным действиям, мы это знаем, но если мы это нарушаем, то к нам открывается бесовская дорога, понимаете? Дальше что случается? Если вы хотите, чтобы в вашей жизни этого не было, нарушайте поменьше подобных, подобные, скажем так, законы. Человек, который пролил невинную кровь, как бы он ни отсидел, ни вышел, бесполезно, он всю жизнь и после смерти будет за это отвечать. И он, и его потомство. Он нарушил закон мироздания, он убил невиновного человека. Если человек на тебя нападает, и ты бьёшь его по голове, чтобы освободиться и чтобы как-нибудь вы хотите, чтобы я вас тоже послала? Если ты бьёшь по голове, чтобы себя спасти, ты не виноват, ты не убийца. И даже если тебя посадят, и если ты выйдешь после этого, ты не убийца, ты можешь спокойно знать, что мироздание тебя за это не наказывает. Это людской суд продажный, но не закон мироздания. Но если ты, зная, намеренно убиваешь человека, у моей бабушки была мачеха, очень жестокая, вот классическая мачеха, недочеловек. И вы знаете, мало того, что она отравила их детство, они полуголодные росли, вот дети от первой жены моя бабка и два её брата, так она ещё, нет, две сестры были и брат. Их мать бросила их и ушла, вышла за другого человека ради того, чтобы, ну, хорошо жить. За богатого вышла, и своих детей оставила мою бабку, её сестру и брата. И они очень мучились, очень страшно жили. Отец к ним проявлял жестокость, видимо, молодую жену увидел. Знаете, у нас говорят, если мать мачеха, да, и отец становится отчимом. Абсолютно не заступался за них ничего. И эта женщина очень жестокая по жизни. У своей снохи убивала, душила девочек, отравляла их крысиным ядом. Она говорит, до сих пор у меня перед глазами, как этот ребёнок, стонал, стонал, мучился, и потом, говорит, испустил дух. Я не могу это забыть, это у меня перед глазами вот это мучение моего ребёнка. Она убила так пятерых девочек. Никто не мог ничего сделать. Она боялась его, она боялась, и все боялись. И вы знаете, эта женщина гнила с живьём три года. Вот с живьём гнила. Невозможно было зайти в комнату, где она лежала. Она очень страшно за это расплатилась. Кроме того, дальше неё рот не продолжился. Они начали вымирать, то есть от её лично, её сыновья у них только дочери рождались. То есть дальше род практически не продолжился по её линии. Продолжился по линии первой жены её мужа, то есть моей бабушке и брат и так далее. У них, да, здоровое потомство, а отсюда нет. И здесь очень много погибших детей, умерших детей, которые рождались, её дочери рождали, умирали эти дети. Так расплачивалась она, понимаете, за всё это. Так вот, она нарушила закон мироздания. Вы говорите, к сожалению, есть везде такие женщины, на Кавказе их немало, тоже было и есть, ну, сейчас-то уже нет, наверное, надеюсь, которые, которые, скажем так, ради того, чтобы не кормить девочек, мол, зачем нахрен нам девочки нужны. Вот мужик был, такой, немножко тронутый человек, который заходил к жене, как только она родила ребёнка, спрашивал мальчик, девочка, и когда узнавал, что девочка, значит, расталкивал этих женщин, хватал этого ребёнка за ноги и кидал, значит, во двор, выкидывал во двор, и вот так он убил четырёх своих дочерей. Спаслась только одна, и то с вывихом бедра, очень много лет мучился этот ребёнок, чтобы ей подправили бедро, чтобы она могла жить полноценной жизнью. И однажды он был таким чабаном, работал на колхозе, значит, и ночью он проснулся в горах от того, что увидел маленьких чёрных существ, которые его, значит, вытащили с постели, начали таскать по всему дому и бить. И он еле-еле от них отделался, убежал в село ночью, и действительно реально видели люди, что у него прям весь вот вся спина была ободранная, кожа, то есть его действительно тащили по полу. Он абсолютно был трезвенник, не пьющий, ничего, и никого там не было, не было, невозможно было, скажем так, приписать кому-либо или его фантазии. Он действительно их увидел, и после этого он своих детей больше не трогал. Вы говорите, как не нарушать закон мироздания? Закон мироздания это закон нашей совести, это то, что общество считает хорошим или плохим. Вот это и есть закон мироздания. Не нарушайте это, и не будет в вашей жизни вот такой бесовщины. Они не будут приходить в вашу жизнь, им не дадут права над вашей жизнью. Если ты травишь ребенка крысыним ядом, то ты сто процентов знаешь, что ты нехорошо, правда? Тебе же не нужно специально учить. Ты наверняка знаешь, что общество это осуждает, и поэтому ты это делаешь тайно. Но силой, которые это увидели, они сразу же убирают твою защиту и позволяют этим силам твою жизнь испоганить. И это случается и твоим детям и так далее. Так вот, некоторые говорят, как это исправить? Наверное, раскаяться, наверное, искупить свою вину. Правда ведь? Если человек отобрал у своего друга имущество и тот пошел повесился, его жена сказала, что после этого ты жизни не увидишь, и он начал болеть, болеть и болеть, как он может искупить эту вину? Ну, хотя бы вернуть имущество этой семье? Может смягчиться эта сила хоть как-нибудь, понимаете? Ну, хотя бы помочь, хотя бы содержать этих детей, которые осиротели без отца? Вот что делать хотя бы? Но ведь не каждый человек спешит исправлять свою ошибку. Очень мало людей, которые действительно каются, понимают и меняются, и меняют свою жизнь, и понимают, что они неправильно сделали. Но основное количество они как есть, так и живут дальше, нарушая этот закон на свою голову. Так вот, дорогие друзья, эти бесы, эти силы, как их еще черти называют, чарки, шайтаны, там, шет, эшмаки, грузины называют и прочее. Это всего лишь астральные существа самого низкого уровня, в чьи функции входит ваше наказание, в чьи функции входит жирание вашей жизненной энергии и силы. И они только тогда приходят в вашу жизнь, только тогда имеют право вас мучить и поганить вам жизнь, если мироздание им позволяет это сделать. А мироздание позволяет это делать, когда вы нарушаете его законы. То есть, вы делаете определенные поступки, которые нельзя делать. Ну вот, я не знаю, но вот ты вот в пьяном состоянии или без настроения, например, да, да, горбатого могила исправит, и поэтому мироздание, зная это, мучает этих людей до последнего, зная, что это не те сущности, которые раскаются или исправят. Вот ты идешь по улице, например, ночью, ты увидел бабушку, которая там еле-еле идет со своим этим бадиком, ты раз ей в спину, значит, толкнул, эта бабка упала, ударилась головой, и ты там посмеялся весело и пошел дальше домой. На следующий день узнаешь, что там нашли какую-то бабушку, ну, в общем, родственники и подумали, что она, видимо, шла ночью, споткнулась, упала, вот, померла, потому что никому же в голову не придет, что есть подонок, который мог ее, например, толкнуть и убить. И ты думаешь, как хорошо, обошлось. Ой, никто не понял, ничего никто не догадался, все, отлично. И спокойно себе живешь дальше, считаешь, что все нормально, что здесь такого. И вдруг какой-то момент ты понимаешь, что возмездие начинает тебя настигать. у тебя начинается то это, то то, у тебя то там отбирает, то тут забирает, понимаете? То есть, ну вот, приведу обычный пример. Вот одна женщина из Казахстана, да, значит, мне как-то написала где-то месяц с чем-то назад, попросила помочь своему ребенку с ДЦП. она меня слышит, наверное, эта шваль. Дайте, пожалуйста, какой-нибудь заговор, я вот, или скажите, куда обращаться. Я сказала, женщина, а, мне там заловки навели порчу, я говорю, женщина, порча это, не порча это, и что это, это уже говорить поздно, никакой порчи там нету. Вы поймите, не каждая болезнь это порча, иногда это физиология просто. Я говорю, ребенку с ДЦП в таком положении, когда он, одно дело, когда ДЦП ходит, ребенок, да, хотя бы разговаривает, ну, тяжело ходит, но когда ребенок сидит на коляске, когда ребенок уже, он никак не владеет ни руками, ни речью, ничего, ты этому ребенку ничем не поможешь. Поэтому я сказала, не нужно ездить туда-сюда, тратить деньги на всяких таких, которые обещают вам лечение. Этот ребенок болен. Смиритесь с этим, все. Лечите, поддерживайте здоровье, но не надо ходить и тратить деньги. Я поступила честно, как вы считаете? Я думаю, что да. Я думаю, что я поступила честно, как человек. Я сказала, зачем вы мучите этого ребенка и зачем вы тратите свои деньги? Еще и просите кого-нибудь рекомендовать и какие-нибудь заговоры дать. Не надо трогать этого ребенка, все, он болеет. А что сделала эта тварь? Эта тварь начала по форумам писать. Это Хосроева хотела меня обмануть? Я не могу понять, чем я хотела. Если бы я хотела ее обмануть, я бы сказала, гони деньги, я сейчас вылечу. Вот в чем я хотела обмануть? Она даже порчу не увидела. Ну вот им же хочется, чтобы я увидела порчу. Понимаешь, люди приходят с радостью, что я сейчас буду говорить, твои заловки такие суки. Они вот эти все порчи делают. Она ничего не увидела, ничего не сказала. Еще и хотела меня обмануть. Кто-нибудь может сказать, куда я могу пойти на лечение? Ей там рекомендуют всяких. Скажите мне, пожалуйста, в чем состояло желание ее обмануть? Можете мне объяснить? Я говорю, женщина, не тратьте зря деньги, не ходите туда-сюда, не ищите помощи. Этот ребенок не выздоровеет. Поддержите его здоровье насколько возможно. В чем я хотела эту тварь обмануть? Скажите мне, пожалуйста, я хочу понять просто, в чем там был обман? Она говорит, а просто хочется мрази, понимаете, облить говном человека, который не сказал ей, да, у тебя порчат, заловки сделали, суки, вот они такие. Она ходит для этого, чтобы вот заловки сделали, эти сделали. Она не идет за правдой. Ей не ребенка надо лечить, а свою жопу просто как-то обелить, что вот заловки плохие. Я ей сказала, я говорю, слушай ты, сучка, ты сначала пишешь, вы такая сильная женщина, медиум, я таких сильных не видела, помогите и так далее. Потом ходишь, значит, про меня тявкаешь. Я, конечно, мне плевать на это все, но просто вот мне ради интереса. Я говорю, ты потом, шваль, ходишь, значит, про меня всякую гадость пишешь, из-за того, что я тебе честно, по-человечески сказала, не надо тратить это все, да. Вот именно. Сейчас мы дойдем до этого. Ты, тварь армянская, но вот уже перешли, значит, мы на национальность. Я говорю, вот теперь, вот теперь ты увидишь, что я тебе сделаю. И я действительно сделаю. Мне ее не жалко, потому что я не люблю людей, которые придумывают. Я знать не знаю тебя, тварь. Ты говоришь, я хотела тебя обмануть. Обмануть в чем, мразь? Вот в чем, понимаете? Слушай, ты не пиши здесь про армян вообще ничего. Ты понятия не имеешь, что я говорю, чтобы я больше эту хрень не читала здесь. Ты понял? Это меня так назвали. Ты хоть слушать умеешь или нет? И вот она меня там, ты тварь армянская и так далее. И я говорю, вот теперь ты по полной программе получишь то, что надо было. Скажите мне, пожалуйста, она нарушила закон мироздания? Да. Она влезла к человеку, который силен, который может ее наказать. А про этого человека она придумала такие гадости. Она достойна получить? Да. Завтра она скажет, я хорошая женщина, бедная, несчастная, меня ни за что так сделали. А теперь подумайте, что если из-за ловки про нее сделали такое, значит она заслуживала это. Понимаете? Вот когда человек показывает свое истинное лицо, ты понимаешь, почему этого человека бесы путают. А теперь посмотрите. Аморально врать? Да. Она знает, что это нехорошо. Да. Она просто не думала, что мне это передадут. Правильно? Правильно. Аморально? Аморально. Нарушила закон мироздания? Нарушила. Получит по башке? Получит. Понимаете? Вот о чем я хочу вам сказать, дорогие друзья. Что? Вы говорите, как понять, как не нарушать закон мироздания? Закон мироздания – это закон совести и морали. Если ты знаешь, что человек ничем, никак тебя не обманывал, даже не пытался, не пиши о человеке такое, потому что человек узнает и тебя накажет. Если ты знаешь, что ломать кресты, что выковыривать фотографии умерших людей на кладбище нехорошо, и ты это хорошо знаешь, значит, ты давай, Антон, мне это условие не ставь, куда мы поехали, куда мы приехали, иначе я вас выкину черный список. Я не люблю вот такой вот нахальный тон. Ты знаешь, что это нехорошо. Ты знаешь, что нехорошо ломать кресты, лезь на кладбище, заниматься вандализмом. Именно поэтому ты это делаешь во мраке ночи, чтобы люди не видели. Но ты же понимаешь, что это нехорошо. Ты знаешь, что это нехорошо, но ты это делаешь. Значит, ты даешь повод этим бесам прилипнуть к твоей жизни. Дорогие друзья, это не значит, что если ты человека поставила на место, если ты дала ему пощечину, если ты, знаете, нахер послала, если ты уволила человека, который обворовывает тебя и так далее, то ты нарушаешь закон мироздания, за это будешь наказан. Нет. Ты нарушаешь закон мироздания, когда абсолютно невиновного человека калечишь. Когда ты сбиваешь собаку и уезжаешь дальше, потому что тебе похер мучается живое существо или нет. Понимаете? Когда ты изменяешь женщине, которая к тебе хорошо относилась, когда ты причиняешь боль человеку, который тебе был другом, ты, вот тогда ты нарушаешь законы мироздания. То есть, ты делаешь аморальный поступок. А уволить сотрудника, который тебя обворовывает, это не аморальный поступок, это необходимость, и это правильно. Послать нахер человека, который тебя грубит, это правильно. Дать пенька тому, кто слишком много о себе возомнил, это очень хорошо. Это не аморальные вещи. Аморальность – это оставить человека, помирающего на улице, отвернуться и уйти. Это как проверка на вшивость. Завтра ты будешь так валяться, люди отвернутся и уйдут. Поверь мне. Аморальность – это пить столько, чтобы причинять боль окружающим людям и при этом абсолютно, значит, понимаете, и при этом абсолютно даже не переживать о том, что люди страдают из-за тебя. Вот вы прикладываете мои фотографии, лечитесь ими, а мне потом хреново, я еле хожу. Я знаю, что чем больше людей мои фотографии, мои, скажем, моё имя называют и делают ритуалы, помощь моего рода, тем больше с меня берут. Ну ладно, я не против. Всё, дорогие друзья, я думаю, что суть до вас дошла. Если у меня будет силы, я ещё сниму про Распутина, но мне нужно сейчас на зарядку поставить, иначе она сдохнет и эфир пропадёт, а мне жалко. Я думаю, что этот эфир полезный был. Всё, всем удачи!